Здравствуйте, мои дорогие зрители! С вами Школа Рукоделья и я, Вика. Сегодня в нашей программе, по очереди у нас, сегодня в нашем видео, девчонки, застёжка моднейшая сейчас, популярнейшая застёжка пола. Она там называется в книге «Круглый вырез горловины с застёжкой, а с планкой под застёжку». Ну, я её назвала модным названием «Застёжка пола», да? Вот, так, и я напоминаю, что это у нас серия видео, видеоконспекта книги «Энциклопедия вязания от ВОК» с нужными формулами, расчётами для моделирования вязальных изделий. Вот, чтобы лучше понимать процесс, вот этот весь, который я сейчас буду объяснять, вам нужно смотреть все видео до конца. Вот, всё бесплатно в одном плейлисте на моём канале. Ссылка на этот плейлист у вас будет под видео в описании и в первом закреплённом комментарии. Вот, вот, смотрите там все послед... ну, как бы в нужной последовательности все видео. Вот, и учитесь, девчонки, информация очень полезна для тех, кто вяжет не только на заказ, но и себе. Вот, что нам понадобится? Да, и, кстати, делимся, ставим лайк, комментарий, делимся, пожалуйста, потому что, я думаю, полезна будет очень многим информация. Итак, для того, чтобы рассчитать круглый вырез горловины с застёжкой пола, что нам нужно, какие мерки. Значит, плотность петель 1 см, 2,24 петли, плотность петель 1 см, 2,74 ряда в высоту, ширина горловины 15 см. Далее, длина плечевого скоса, вот он, это 10 см, 10 см, ширина планки 5 см, высота проймы 22 см у меня было в предыдущих видео, я изменю, чтобы уже, оно у меня, как бы, перекликались эти видео, 22 см, высота плечевого скоса, это вот он у нас, 2,5 см, глубина выреза, 7 см, высота планки, вот она, 7 см, по большому счёту, вот я вот это имею в виду, это у нас точно такой же расчёт, как и круглый вырез, только вот плюс вот это вот вырез на планочку, но я продублирую здесь, но пройдусь очень быстро, по всем шагам, чтобы вы не открывали предыдущие видео, но для кого будет очень быстро, всё-таки откройте это предыдущее видео и, и, как бы, посмотрите его, да, чтобы было понятнее. Итак, первое действие у нас. Мы рассчитываем количество петель горловины, 15 умножить на 2,24, я здесь буду уже писать округленное число, я же говорю, посмотрите предыдущее видео, кому будет непонятно, 34 петли горловина, петли, второе действие, 2,24, ой, наоборот написала, на 10 см, это количество петель плечевого скоса, 22 петли, 22 петли, третье действие, 22 петли, 22 см, высота проймы, сантиметра умножить на 2,74, равно 60 рядов, здесь вот у нас 60 рядов, четвёртое действие, высота плечевого скоса 2,5 умножить на 2,74, равно 8, это приближённое количество, 8, пятое действие, вычисляем общую высоту, как бы от проймы, отсюда, это 60 рядов плюс 8, 60 плюс 8, равно 68 рядов, я вот здесь вот нарисую вам, от проймы до высоты, не до плеча, а до высоты, 68 рядов, шестое действие, вычисляем высоту горловины, это 7 см, умножаем на 2,74, равно 20 рядов, 20 рядов, то есть здесь у нас сюда 20 рядов, 20 рядов, и то же самое здесь 20 рядов, если у вас другое число, то вы просто то число подставляете, я сейчас пропишу вот это действие, 7, то есть вот эту высоту в рядах, у меня 7,7 см, поэтому число одинаковое, если не одинаковое, то вы вычисляете, то есть 20 рядов горловина, 20 рядов вырез, как бы на застёжку, теперь 8 действие, вот здесь вот пошло изменение, мы вычисляем сколько нам вязать до закрытия застёжки, это 68, 68 минус 20 и минус 20, то есть мы вот это и вот это отнимаем, и равно 28 рядов, то есть от проймы до начала застёжки пола у нас 28 рядов, вот это наша новая цифра, и вот это наша новая цифра, то есть мы вяжем от проймы 28 рядов, при этом там мы выполняем, да, нашу пройму, далее закрываем для застёжки пола, сколько мы закрываем, 5 см, 5 умножить на 2,24, 2,24 равно, 5 умножить на 2,24 равно 11 петель средних, так как у нас число петель одинаковое, ну то есть чётное, 11 петель по центру мы закрыть не можем, что мы делаем, так 11,11 и 2, мы округляем, но только здесь в минус, почему, объясню, потому что планка всё равно, как бы уходит на кромочные петли, и она в любом случае будет, как бы 5 см, то есть здесь мы округляем в минус 10 петель, вот здесь мы закрываем 10 петель, далее по вот этим вот вырезам, берём вот эту цифру, одну треть всей горловины из предыдущего, это у нас теперь 10 действия, от 34 петель, нет, теперь нам нужны вот эти вот, как бы вырез горловины, в предыдущем, как бы у нас была там 12,4,3,2,1,1, вот здесь же у нас получается, что 10 мы закрываем, и у нас с каждой стороны остаётся 34 минус 10, которые мы закрыли на планку, вяжем ровно до высоты, то есть 20 сантиметров мы здесь, ой, 20 рядов вяжем ровно, и остаётся у нас 24 петли, которые мы делим пополам, и с каждой стороны 12 петель, нам нужно закрыть 12 вот здесь, вот на округление, и 12, что мы делаем, здесь у нас как бы нет вот этой ровной части, если вот в круглый вырез вы сначала рассчитали, у нас там было 12, потом 4,1,1,1, то здесь вот эту одну петлю я добавляю вот 4,3,2,1,1, у нас было 11 петель, теперь у нас добавилась одна петля, я её добавляю вот сюда, в первую, то есть теперь у нас будет вот здесь, вот у нас не будет вот этих 12 по центру, мы заканчиваем каждую свою половину, то есть те петли, которые мы добавляем в первое число закрытия, то есть 5 здесь закрываем в изнаночном ряду после конца планки, и 5 здесь, то есть одну петлю мы добавили, 3, 2, 1, 1, то же самое здесь, 5, 3, 2, 1, 1, то есть классический круглый вырез, ну вот что у нас осталось от планки, мы добавляем в первое закрытие, вот и всё, девчонки, вот такой вот расчёт, на самом деле ничего сложного, вы знаете, я рада, что я зацепилась с этими видео, я, у меня в голове очень много сложилось, сложились пазлы, и они однозначно мне в первую очередь будут очень полезны, вот эти видео, поэтому, девчонки, делимся, ставим лайк, пишем комментарии для продвижения полезного контента, вообще-то эту информацию все продают, кроме меня, ну всё, на сегодня всё, я с вами прощаюсь, с вами была Вика, школа рукоделия, всем пока-пока!